Процесс изготовления блиндажной свечи очень прост. С этим могут справиться и дети. Собственно, этим и занимаются добровольцы в школе номер 73, несмотря на то, что на дворе летние каникулы. Пустая консервная банка, пористый картон и немного воска. Это все, что необходимо для создания блиндажной свечи. Берем там баночку и вот сворачиваем и вот стыкаем вот так, чтобы воск заливался вот этим самим дырочком. Вот это фитилек. Ставим и заливаем все воском. Идея помогать участникам СВО в школе родилась буквально с начала специальной военной операции. На фронт уже отправлены письма и открытки от ребят. Показать детям, что такое тыл, как мы можем помочь. И у нас родилась такая идея помочь, то есть сделать свечи, сделать армейский душ. Обратились мы к руководству школы, к родительским комитетам классов. Мы собрали очень большую сумму. Мы заказали воск, мы заказали все для армейского душа, чтобы наши ребята, как говорится, могли и обогреться, и обтереться. На готовой блиндажной свечи ребята клеят этикетки с посланиями для бойцов. Своеобразные детские открытки из родного дома с частичкой домашнего тепла – это хороший шанс поддержать наших защитников в трудный момент. Помощь военной все-таки нужна. Наша страна. Кроме свечей, ребята собирают своими руками сухой армейский душ. Это отличная находка для гигиены в полевых условиях, если нет доступа к воде и возможности помыться. Индивидуальная упаковка состоит из пенной губки в виде салфетки и полотенца. Салфетка пропитана специальным средством. Такой душ поможет бойцам на передовой освежиться и привести себя в порядок. Очень большая благодарность руководству школы. То есть они нам предоставили кабинет, педагога они нам предоставили. Ну и что мы можем здесь заниматься. И наши дети видят, что такое тыл. Как мы можем помочь нашим ребятам, которые находятся в горячих точках. Активистами 73-й школы уже сделано более 200 свечей и 300 упаковок сухого армейского душа. Совсем скоро они отправятся к своим адресатам. Но на этом работа волонтеров не закончена. Они продолжают свое дело и очень надеются на скорое возвращение бойцов в родные края. Лена Беляева, Павел Желтиков, Риоленинск.